В зале ученого совета СВГУ прошло рабочее совещание по вопросам взаимодействия организаций областного центра Колымы с университетом. Правительство Магаданской области, мэрия Магадана и единственный вуз Колымы определили направление сотрудничества по вопросам в сфере цифровизации. Представители Института цифровых технологий СВГУ показали свои достижения в области программирования. Ректор университета познакомил гостей с интерактивным роботом. Поживаешь? Ну, нормально. Особенно после сегодняшней ночи, когда мы выиграли футбол у сборной Финляндии. Привет, спасибо, что пришел к нам. Пришел с тобой познакомиться. Уважаемые гости, спешу сообщить вам, что наш университет перешел на новый качественный цифровой уровень. Специалисты СВГУ для гостей совещания провели экскурсию по вузу. Осмотрели новую модель кампуса, сделанную студентами, и выставку народов Крайнего Севера. Делегацию проводили в учебной аудитории СВГУ. Им показали новую телевизионную студию. Такая платформа учебного помещения позволяет получать знания и в очном, и в заочном формате, отметили специалисты. Вы много в онлайн-режиме провели занятия в том году? Очень много. Практически все. Все, что касалось лекции, это колоссальный объем. Мы об этом сегодня будем говорить. Платформа дистанционного обучения в университете позволяет и в оффлайне работать студентам, и в онлайн. В институте цифровых технологий специалисты показали гостям научную химическую лабораторию. Здесь есть и интерактивная доска для преподавателя. Аудитория химии позволяет проводить занятия в очном и заочном формате. В кабинете биологии трудятся биологи естественных наук. В данный момент студенты заняты практикой. Гости совещания посетили музей информатики. Большой вклад в его создание внес Андрей Сироткин, доцент-кандидат технических наук. Многие из представленных экспонатов работают и до сих пор. На совещании специалисты цифровых технологий представили гостям свой новый портал. Он разработан для реализации образовательных, технических и инженерных программ. Мы в результате смогли перейти на буквально новый уровень. Цель-то была заявлена какая? Трансформация учебного процесса. Создание новых образовательных продуктов, интеграция с работодателями, интеграция вообще нашей образовательной среды в промышленность и управление региона. На сайте представлены три системы видеоконференц-связи. Они бесплатны. Университет готов предоставить это и другим образовательным учреждениям. На сайте разработан свой YouTube-канал. На нем специалисты публикуют видео-лекции, информационные уроки. Модернизация Института цифровых технологий делается с целью усовершенствования учебного процесса, отметили специалисты.